Всем привет, с вами Прио. Относительно недавно разработчики дали анонс обновления 8.3 и уже оно есть на PTR-версии. То есть, загрузив PTR-клиент, можно спокойно скопировать персонажа с живой учетной записи 8.2.5 и спокойно играть на 8.3. Это классно, с целью того, чтобы рассмотреть абсолютно все новшества и побегать, можно весьма неплохо то что-либо изучить. В этом видосике хочется относительно основное все глянуть, то есть быстренько пробежаться по каким-либо новшествам, изменениям и чему-либо новому добавленному. А уже в отдельных видосиках касательно этих тем можно и подробнее рассказать абсолютно насчет всего. Начнем же. Анонс 8.3 дали 7.0 вечером, можно сказать почти ночью, если рассматривать московское время. Когда оно выйдет? Ну, скорее всего, это будет Новый год, а в Новый год Близзард ничего не выпускает с целью того, чтобы люди спокойно праздновали Новый год и Рождество. Поэтому, скорее всего, это будет середина января, быть может, конец января. Ну, это лично, мне так кажется, быть может, если у вас есть какие-то другие рассуждения насчет этого, то дайте в комментариях. Пообщаемся с вами насчет этого и обсудим. Что интересного нового добавляют? Союзные расы. Вульперы для Орды. Это те ордынские расы, которые очень-очень долго ждали вообще, в принципе, абсолютно все в игре. Но Альянсу достались механогномы. Знаете, раньше очень много теорий было о том, что там какие-то механики будут в виде нового класса в игре, и то, что они будут выглядеть примерно как мехагномы. Но по итогу мехагномы просто-напросто стали союзной расой для Альянса. Конечно же, поиграв на каких-либо союзных расах, да и вообще просто продолжая играть, например, за самых стандартных хуманов, стопроцентно вам захочется одевать их как-либо красиво. В обновлении 8.3 появятся новые сеты по своему внешнему виду, ну а также различные новые оружия, которые могут быть весьма красивы для кого-либо. К примеру, если открыть рейдовый лут и глянуть двуручку, которая падает с ласта, примерно так она выглядит, и, быть может, для какого-то сета трансфогрификации оно вполне неплохо зайдет, это двуручное оружие. Получать какой-либо лут, это, конечно, классно, и разработчики, видя вообще абсолютно всю механику лута, заметили, что игрокам не особо нравится Титан Фордж, поэтому они его немножко изменили, и теперь будет какая-то механика Void Forge. Абсолютно все это еще нужно рассматривать, и информации об этом на текущий момент еще маловато. С целью получения какого-либо лута придется, само собой, идти в рейд. Ну а в рейде ждут нас прекрасные различные боссы. Я уж не буду открывать описание некоторых, потому что это будут некие спойлеры, уберегу вас от них. Гневион будет в виде рейдового босса, весьма интересно. Коллективный разум. Ну не думайте то, что это тот маунт, который делали по секретной цепочке люди. Это какие-то просто-напросто 5 боссов. Непонятно вообще, почему это коллективный разум. Ну ладно, быть может у них какое-то общее хп будет, или что-то типа такого. Роден есть в виде босса. Роден отчаявшийся. Какая будет на нем механика интересна. Ну и в виде ласта, конечно же, Нзот. Илгенот будет босс, но Илгенот как-то по-другому представлен. То есть если вы вспомните рейд изумрудный кошмар, то мы там сначала капельки убивали с целью того, чтобы дверцу к мозгу открыть, ну а потом келяли мозг его. Ну исходя из названия, то что это возрожденная порча, ну просто реинкарнировали ее как-то и все. Прекрасные 12 боссов. Надеюсь, они будут очень интересные. И гореть с них будет, в принципе, неплохо с их механик. Не стоит забывать и о механике Мифик+. Мифик также будут актуальны. Также будут дропать хороший шмот. Быть может, операция Мехагон даже будет в формате Мифик+. Ну то есть эпохального подземелья с ключом. И там будет новый сезонный модификатор. При старте нового рейда всегда стартует новый сезон. И в новом сезоне в БФА разработчики решили радовать нас какими-либо новыми сезонными модификаторами. На текущий момент четвертый сезонный модификатор будет оскверненный, корраптед. В подземелье будут появляться обелиски, с ним будет какое-то взаимодействие. И об этом уже в отдельном видосике можно будет рассказать. В общем, механика весьма интересная. И вся вообще вот эта концепция альтернативной реальности, она вносит хоть что-то интересное в игру. Также альтернативная реальность затронет несколько локаций, а именно Вечно Цветущий Дол. На него будут торгаться силы Нзота. Ну а также Ульдум. То есть там весьма интересные нападения будут. Пока что карта еще не прогружена. И ничего там нету. Но делая там определенные действия, можно будет как-то взаимодействовать с Нзотом, получать различную валюту. И это вообще будет интересно. К тому же краешки карты весьма такие классные, с глазиками. Ну а с целью того, чтобы если, например, быстро открыть абсолютно все эти нападения, то можно нажать на глазик в левом нижнем углу с целью того, чтобы увидеть, каким зонам грозит опасность. Ну это всегда будет либо Дол, либо Ульдум. Тут уж ладно, совпало на ПТРе, что они две одновременно. И срок действия у них 3 дня и 1 день. Ко всему ранее сказанному списку нас ждет изменение аукциона. Он станет чуточку быстрее прогружаться, то есть поработали над его быстродействием. В нем изменится механика покупки лотов. И что-то, что-то очень интересное будет с ним. Ну, в принципе, это неплохо. Такой аддон, как аукционатор, можно сказать, будет вшит в игру. Классно, люди могут научиться пользоваться аукционом. Ну и самым ностальгическим моментом в обновлении 8.3 это будет получение плаща от Гневиона. Тот, кто играл в Пандарию, прекрасно помнит этот момент получения. Каким он будет в патче 8.3, будет весьма интересно. Ну, верим, надеемся, ждем. Все основные пункты я рассказал. По абсолютно всем ним и по некоторым другим, которые в ближайшее время появятся в этой игре, будут отдельные видосики, в которых я уже расскажу относительно больше насчет всего. То есть я, например, упомянул о союзных расах в этом видосике, а в отдельном видосике о союзных рас я уже скажу, как они получаются, что у них интересного есть в плане каких-либо бонусов. Так как это видосик основной, краткий и затрагивает лишь только основные новинки. И рассказывать абсолютно о всех них, то, что какие боссы, какие системы лута, какие новые союзные расы, для чего нужен легендарный плащ. Это долго, и видос затянется минут на где-то 40-50. Так что отдельные видосики в новом плейлисте 8.3 будут относительно скоро. Если хотите как-то повлиять на ускорение какого-либо видосика, то дайте знать об этом в комментариях. Мол, типа, я хочу быстрее узнать о союзных расах, или я хочу быстрее узнать о нападениях Нзота. Я учту это и немножко свою работу уже переключу на конкретно какое-либо из этих видосиков. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.